Здравствуйте, дорогие пятиклассники! На прошлых уроках мы изучили правописание ца и тся и не с глаголами. Узнали, что глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Сегодня мы рассмотрим еще один признак глагола – вид. Научимся образовывать видовые пары и ответим на вопрос, в чем особенность весны, по мнению Тютчева и Зуева. И начнем наш урок с пословицы. Грамоте учиться всегда пригодится. Как вы думаете, в чем смысл народной мудрости? Надеюсь, согласитесь со мной, что знание – это сила. Быть грамотным сегодня – это значит уметь работать с информацией, принимать взвешенные и ответственные решения. И этому нужно учиться. Не бывает лишних умений и навыков. Будем пополнять свои знания. Найдите в пословице глаголы и задайте к ним вопросы. О чем говорится в пословице? О том, что учиться пригодится. Учиться что делать? Показывай действие, которое еще не завершено. Это глагол несовершенного вида. Всегда. Что делает? Пригодится. То есть, для чего будет нужен? Чем завершится? Глагол совершенного вида. Как вы уже догадались, тема сегодняшнего урока – вид глагола «Способы образования видовых пар». В ходе ее изучения мы ответим на следующие вопросы. Что такое вид глагола? Какие существуют способы образования видовых пар? В чем особенность весны, по мнению Тютчева и Зуева? Предлагаю вам посмотреть фрагмент из мультфильма. Вспомните, из какого мультфильма этот отрывок. Вот он, ты! Лежишь! А теперь ты что делаешь? У меня есть мысль. Мысль. И я ее думаю. Какая мысль? У меня есть мысль – это измерить свой рост. Какая хорошая мысль! А можно я ее тоже немножко подумаю? Думаю и думаю. Я уверена, вы узнали мультфильм «38 попугаев», созданный по рассказу Григория Остера «Как лечить удава». Посмотрите, как много глаголов в тексте. Рассмотрим внимательно только выделенные. Нам нужно их распределить на две группы, согласно вопросам, на которые они отвечают. «Что делать?» или «Что с делать?» Мартышка «Что сделала?» Крикнула. Ставим в начальную форму. «Что сделать?» Крикнуть. Крикнула «Что?» Отдыхаешь? На какой вопрос отвечает глагол «отдыхаешь?» «Что делаешь?» Ставим в неопределенную форму. «Что делать?» Отдыхать. Ставим вопрос глаголу «устал». «Что сделал?» В неопределенной форме «устать». Рассмотрим следующие глаголы. «Спросила?» «Что сделала?» Неопределенная форма «спросить». «Подумаю?» «Что сделаю?» Неопределенная форма «подумать». «Что сделала еще мартышка?» «Залезла?» «Повисела?» «Слезла?» «Попрыгала?» «Зачем она это все делала?» «Чтобы поставить все на место». На какой вопрос отвечает глагол «поставить?» «Что сделать?» Обобщим наши рассуждения и посмотрим, что у нас получилось. «Что сделать?» «Крикнуть?» «Что делать?» «Отдыхать». «Что сделать?» «Устать?» «Спросить?» «Вздохнуть?» «Подумать?» «Залезть?» «Слезть?» «Попрыгать?» «Поставить?» Как видим, глаголов, которые отвечают на вопрос «что сделать?» больше, и все они описывают действия подвижной и быстрой мартышки. А удав спокойный. Недаром же в народе говорят о людях, которые не выражают своих эмоций и не суетятся «спокойный как удав». Теперь образуем от этих глаголов другие так, чтобы они отвечали на вопрос «что делать?». Например, крикнуть. «Что сделать?» «Что делать?» «Кричать». Проверьте свою работу. «Что сделать?» «Крикнуть». «Что делать?» «Кричать». Устать. Уставать. Спросить. Спрашивать. Вздохнуть. Вздыхать. Подумать. Думать. Залезть. Залезать. Слезть. Слезать. Попрыгать. Прыгать. Поставить. Ставить. А какой глагол можно подобрать к слову «отдыхать»? Чтобы включить его в первую колонку, что сделать? Отдохнуть. Чем отличаются действия, которые обозначают глаголы из первой колонки, от действий во второй колонке? Глаголы из первой колонки обозначают действия, завершенные, доведенные до результата. Во второй колонке глаголы обозначают действия, продолжающиеся. Обобщим наши наблюдения. Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Глаголы совершенного вида обозначают действие, которое достигло предела, завершилось, и отвечают на вопрос «что сделать?». «Что сделал?», «Что сделаю?». Например, отдохнуть, отдохнул, отдохну. Глаголы несовершенного вида обозначают незавершенное действие и отвечают на вопросы «что делать?», «что делал?», «что делаю?», «что буду делать?». Например, отдыхать, отдыхал, отдыхаю, буду отдыхать. Изучим таблицу, представленную в упражнении 351. Глаголы какого вида не имеют формы настоящего времени? Надеюсь, вы ответили правильно. Это глаголы совершенного вида. Как вы думаете, почему? Потому что глагол совершенного вида обозначает действие, которое либо завершено, оно совершилось, либо совершится, но в момент речи свершиться не может. Поэтому у данного вида глагола настоящее время отсутствует. Выберите любые три глагола из рассказа Григория Остера, которые мы еще не рассмотрели, и самостоятельно составьте с ними видовые пары, а затем измените их по временам, как показано в таблице. Сделаем небольшую паузу и потренируем нашу дикцию. Повторяйте за мной. Ехал грека через реку. Видит грека в реке Рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку. Греку цап. А теперь быстрее. Ехал грека через реку. Видит грека в реке Рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку. Греку цап. И совсем быстро. Ехал грека через реку. Видит грека в реке Рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку. Греку цап. Кстати, а какие глаголы в этой скороговорке? Ехал, видит, сунул. Определите их вид. Образуйте видовые пары. Ехал, поехал, видит, увидит, сунул, совать. Предлагаю вам послушать отрывок из стихотворения Федора Тютчева «Весенняя гроза». Подумайте, почему в стихотворении так много глаголов? Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет тичий гам, И гам лесной, и шум нагорный, всё вторит весело громам. Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? Наверное, чувство радостного пробуждения, Желание перемен, обновления. Не случайно в стихотворении так много движения, Шума и гамма, а эффект раскатов грома Поэт передаёт через слова со звуками «р» Гремят раскаты, брызнул перлы с горы, Проворный нагорный, вторит громам. Так почему в стихотворении так много глаголов? Именно глаголы придают стихотворению динамичность. Благодаря им происходит быстрая смена картин природы. Сначала слышны раскаты грома, Потом видим первые брызги дождя, Летящую пыль, Задерживаем взгляд на дождинках, Автор называет их перлами, Любуемся золотыми нитями дождя. А чуть дальше видим с горы бегущий поток, Слышим его шум и птичий гам в лесу. И всё это вторит весело раскатом грома. Я насчитала семь картин-образов, Которые можно передать только с помощью видеосъёмки. Или вот так, как сделал это Великий мастер художественного слова. Теперь посмотрим на стихотворение, Как лингвисты, И определим, благодаря каким глаголам Автор добивается такого эффекта. Определите глаголы совершенного и несовершенного вида. Поставьте к ним вопросы. Образец. Гремят. Что делают? Несовершенный вид. Используя данный образец, Попробуйте выполнить это задание сами. Проверим, правильно ли у вас получилось. Сегодня в нашей постоянной рубрике Слово дня. Слово, которое Тючев использовал в своём стихотворении. Слово перл. Что же оно обозначает? Перл. Перла. Мужской род. Жемчуг. Жемчужина. Устаревшее слово. Ожерелье из перлов. Переносное значение. Нечто замечательное. Прекрасное. В устаревшем – высокое. Перлы остроумия. Нечто нелепое и смешное. Бессмысленное. Это разговорная ирония. В речи оратора «Сплошные перлы». Как вы думаете, почему автор назвал дождевую каплю перлом? По моему мнению, метафора «перлы дождевые» и олицетворение «Солнце нити золотит» подчёркивают непревзойдённую красоту природы. Поэт наслаждается этой красотой и позволяет нам окунуться в таинственный и величественный мир природы. Продолжаем работать с глаголами. Выполним упражнение 353. Часто можно услышать неправильное употребление глаголов. Класть и положить в речи. Потренируемся в их употреблении. Вам надо составить и записать 6 предложений с этими глаголами. У меня, к примеру, получились вот такие предложения. И снова я приглашаю вас в природу. По мнению Дмитрия Павловича Зуева, русского писателя-фенолога, знатока и любителя природы, у каждого времени года своя музыка. А какая музыка у весны? У каждого времени года своя музыка. Снег померк. Весёлой струйкой серебряные шарики торопливо скатываются с крыши. Мелодично поёт, звонко тикает копель. Тихо перезваниваются бьющиеся сосульки и в дребезги разбиваются точно обронённых хрусталь. А в кустах слышится часто звон серебряного колокольчика. Это заливаются овсянки. Солнечный луч всюду заводит тихую музыку весны. А птица и вода подпевают ей. Внимание на слайд. Выберите из текста глаголы, которые передают музыку весны. Обратите внимание, кто является её оркестрантами. Проверьте себя. Поёт, тикает копель. Перезваниваются и разбиваются сосульки. Заливаются овсянки. Подпевают птицы и копель. Вот такой интересный оркестр у весны. На фоне меркнущего снега. Журчащих струек с крыши и лучей солнца. Настоящего дирижёра. А нам, лингвистам, предстоит орфографическая минутка. Вставьте пропущенные буквы. Проверим вашу орфографическую зоркость. На слайде правильный вариант. Подведём итоги урока. Сегодня мы ответили на вопросы. Что такое вид глагола? Какие существуют способы образования видовых пар? В чём особенность весны, по мнению Тютчева и Зуева? Домашнее задание. Напишите сочинение-миниатюру. Музыка апрельского дождя. При необходимости употребите глаголы видовой пары. Используйте при этом слова для справок из упражнения 355. Наш телеурок подошёл к концу. Спасибо всем, кто активно работал и совершенствовал свою речь. До новой встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok